Продолжение следует... Сейчас самое время рассказать об этом. В Самаре работает проект «Город для горожан». К участию приглашаются все жители, которым есть что предложить интересного и полезного для своего города. А первая программа будет посвящена новому технопарку «Кванториум» – настоящему раю для изобретателей, для будущих и настоящих гений в технической мысли. И об этом подробнее расскажет мой гость, руководитель парка «Кванториум», а также заместитель директора Самарского центра детского и юношеского технического творчества Алексей Богатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, «Кванториум» – это федеральный проект, он работает уже во многих городах России. И вот сейчас настала очередь в Самаре. Расскажите о нем, пожалуйста, что это будет? На самом деле это знаковое мероприятие для Самары и для Тольятти, потому что площадка функционирует в двух городах сейчас. И каждый «Кванториум» будет учитывать собственное производство региона и готовить кадры именно для них. В Самаре, так как это космическая столица России, будет космо-квантум, аэр-квантум. Это будут профильные квантумы, в которых дети могут вырасти в специалистов для таких предприятий, как ЦСКАП «Прогресс», Роскосмос и прочих в этой тематике. Также у нас будет IT-квантум – это информационные системы и системы автоматизации, основанные на микроконтроллерах и все виды программирования, которые только возможны. Это будет робо-квантум, естественно, где будут проектироваться новые роботехнические системы, антропоморфные роботы, гексоподы, автороботы. И это, конечно же, будет виртуальная и дополненная реальность. Это та новая ветка, в которой дети смогут себя попробовать. Это, например, технологии, которые сейчас в мире гремят от Oculus Rift, Goal Lens. И они будут такие же вещи пытаться спроектировать и управлять ими у нас в городе. Какие дети будут посещать ваш парк? Сколько там мест и на каких условиях? Это все бесплатно или нет? Да, конечно, это бесплатно. У нас будет 600 бюджетных мест, по 120 мест на каждый квантум. Любые дети будут приняты в Кванториум, даже с ограниченными возможностями. То есть это проект для всех. Мы не выбираем одаренных детей, как делают другие проекты. Мы стараемся сделать инновации и вот эту новую модель дополнительного образования доступной для каждого. Поэтому зачислиться можно на сайте Кванториум, 63.рф, без проблем, либо через группу ВКонтакте, написав модератором. Понятно. Вот вы нам что-то принесли. Наверное, это то, над чем, в частности, будут работать дети в Кванториуме, правильно? Ну, да, это одно из направлений аэроквантума. Это наш беспилотник, Жужа, который был спроектирован специалистами центра у нас в городе. И, в принципе, он не имеет, наверное, аналогов не то, что в России, в принципе, в мире. Это учебно-образовательный комплекс, на котором дети, начиная с 12 лет, смогут постигать азы воздушной робототехники, программирования, программирование бортовой аппаратуры и управления. Это одна из самых перспективных отраслей сейчас, потому что это связано практически с каждой сферой нашей жизни. Начиная от военной, заканчивая просто доставкой груза, медицины и прочим. То есть дети, получается, будут получать ускоренное техническое образование в этом парте, правильно? Да. Чем будет уникален Кванториум? Тем, что там не будет слова «нельзя» или слова «невозможно». Это практикоориентированные учреждения. То есть у нас не будет академических сухих знаний, не будет заведены к минимуму лекции. Это проекты. Если учащийся спроектировал какую-то свою систему, если он хочет собрать робота, каким безумным ему не казался, мы поможем ему это сделать. У нас будет работать хай-тек-цех, там передовое оборудование, передовые специалисты. Они могут изготовить практически все, что угодно. С нуля, без всяких шаблонов, даже если никогда этого не существовало в принципе. Это и 3D-принтеры всех различных типов, в том числе и металлические, которые печатают металлом. Это и фрезерные, и токарные, и лазерные станки. То есть любая идея любого ученика будет реализована. И к тому же, я уже упоминал ранее, то, что квантериада – это новый тип мероприятия, который будет организован. И там будут оцениваться не просто тесты или какие-то оценочные мероприятия, которые привыкли все. Это будут проекты. Проекты основаны на реальном железе. Ученики будут их делать, принимать участие на уровне России. И потом победители смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов и получать стипендию на весь период обучения достаточно серьезную. Я думаю, это стимул для того, чтобы идти в это образовательное учреждение. Не только для того, чтобы пытаться реализовать какие-то проекты, но и для того, чтобы уже стать готовым специалистом на выходе. Пойти, например, ну это МГУ, Бауманг, любой вуз страны. И заниматься также научной деятельностью и не думать, чем себя обеспечить. А какой это плюс даст именно Самаре, вот как региону, развитие инновационных каких-то технологий? Именно в Самаре. В Самаре мы уже знаем, что вот как раз космическая столица. И, к сожалению, как это неприскорбно звучит, сейчас у нас в образовании достаточно большая просадка идет по техническим кадрам. У нас много художественного творчества, но инженеров очень мало. И общаясь сейчас с руководителями вузов, с докторами наук, с заведующими кафедрами, я понимаю, что абитуриентов толковых очень мало. И мы как раз должны создать вот этот кадровый потенциал тех детей, которые смогут постигать новое. Которые смогут вывести науку на принципиально качественный новый уровень, который можно уже будет соизмерять с общемировым. Потому что, к сожалению, у нас сейчас очень мало собственных производств, и как раз Кванториумы, вот эта сеть, она создана для того, чтобы эти производства создавать. Создавать инновационный малый бизнес. Ну, то есть, фактически дети будут буквально начинать осваивать космос. А вот что-то для повседневной жизни, там будут какие-то у вас разработки, чтобы было полезно именно людям, ну, каждый день будут. Да, конечно. И, собственно, каждый проект начинается с того, что мы должны осмыслить, что же нужно сейчас в быту. Это и система умного дома, это, например, агропромышленный сектор, который у нас очень сильно развит в северо-западном управлении. Это мониторинг всходов с той же самой тематикой беспилотных глядных аппаратов. Это умные теплицы, например. Это мониторинг границ. Это какие-то новые источники энергетики. Если мы берем сейчас автоквантум, который будет в Тольятти, это и солнечная и водородная энергетика. То есть это все те бытовые нужды, которые нужно внедрять каждый день на наших производствах и наших домах. Ну, по сути, вот сейчас у вас уже дети занимаются в Центре детского и мужского технического творчества. Там у вас около 300 детей, вы говорили, занимаются. Ну, там 300-400 детей. Ну, наверное, к этим центрам нет сейчас такого интереса, как, возможно, это было несколько десятков лет назад. Или нет? Ну, на самом деле, на самом деле, Самара, кстати, стала передовым регионом, потому что мы начали реализовывать вот этот проектный подход в образовании еще до того, как появились кванториумы. И сейчас мы вышли с подготовленной базой. Мы практически то же самое дублируем у нас в Центре. Но, к сожалению, у нас финансирование не настолько, не в таких объемах идет к нам. Поэтому мы не можем дать все то, что будет даваться в кванториуме. И мы, опять же, ограничены определенными рамками. Но потом в кванториумах это будет принципиально нового качества специалиста, нужно понимать. Это новые инженеры. Во-первых, это атлас будущих профессий. Есть ОСИ, агент стратегических инициатив в Москве, которая определила перспективные должности в будущем. Это вот как раз сформировало атлас, и кванториум будет готовить, опять же, новых специалистов под эти должности, где еще их не было, в принципе. И даже ни один вуз их не подготовил. То есть, фактически, дети уже будут закладывать кирпичик в свою карьеру. Да. Это даже не то, что кирпичик, это, наверное, весь фундамент карьеры. Потому что образование школьное, оно должно стать основой в будущем. Даже вузы, к сожалению, сейчас не дают те тематики, которые будут осваиваться в кванториуме, осваиваются у нас сейчас в Центре. Дети делают роботов, и потом ко мне приходят представители из ведущих IT-компаний и говорят, что хорошо бы сделать таких роботов. А я достаю и показываю, что ученики уже это делают. Они делают, пускай это не так красиво, не в таких красивых корпусах, но вся суть, она масштабируема. То есть, те изобретения, которые они придумали на уроке в Центре, они могут дальше их транслировать в своей будущей карьере. Не важно, какой они сделают беспилотный автомобиль, большой или маленький. Он понимает концепцию, и блок управления, его можно переставить большой, он также будет ехать. Алексей, тогда будем ждать с большим нетерпением открытие парка. Когда оно планируется, где это будет? И напомните еще, пожалуйста, адрес в интернете. Открытие планируется 15 сентября. Находиться будет кванториум по адресу проспекта Масленкова, 37. И сайт это кванториум63.рф. Ну, то есть, будем надеяться, что самарские дети с большим удовольствием будут посещать этот парк, развиваться и получать хорошее образование. Наше время подошло к концу. Я напоминаю, что у нас есть группа во Вконтакте «Испытательный стенд Самары ГИС». Если ты юный и у тебя пытливый ум, ты что-то изобрел или знаешь таких творческих людей, можешь смело заходить в нашу группу и оставлять заявку на участие в программе. Испытаем это вместе в нашей студии. А я с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!